Подключается к нашей беседе, с ней мы обсудим несколько другие моменты. Здравствуйте, Ксения, очень рада вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу, чтобы мы с вами обсудили вопрос того, что происходит сейчас с молодежью в России, каким образом ей пытаются объяснить необходимость воевать со своими соседями, противопостоять Западу. Но это буквально через минуту. А если можно, сейчас прокомментируйте вот эту новость. Честно, не поверил сначала, когда увидел, но тем не менее, в Госдуме предложили признать флаг Советского Союза новым государственным флагом России. Есть у этой инициативы автор, зовут его Михаил Шеремет. Это депутат Госдумы от временного оккупированного Крыма. Как вам идейка? Вы знаете, я уже ничему не удивлюсь. Путин начал свою политическую карьеру на посту президента Российской Федерации с возвращения гимна Советского Союза. И когда эта инициатива обсуждалась в тогдашней Государственной Думе, ну, поверить было невозможно, что это случится. Тогда еще, кстати, там еще были приличные депутаты, там еще была фракция Союза правых сил, там Борис Немцов был еще. Вот. Ну, видите, это произошло. Поэтому я тоже видела эту новость от товарища Шеремета. Не удивлюсь, если они это сделают. Ведь каждый год перед 9 мая они пытаются там вернуть городу Волгоград название Сталинград. Знамя Победы, вот это так называемое Знамя Победы, красный флаг Советского Союза, он у нас почти равноправный. Государственный флаг. Это куда тут деться? Если у нас... Это вообще удивительно. Это тема отдельная. Луганск также назвали 9 мая Ворошиловград, если я не ошибаюсь. Да, 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 да. То есть это какая-то очень странная такая история. Они как бы играют в эти символы, но не исключаю, что когда-то все это превратится в географические названия и красный флаг Советского Союза, коммунистический флаг возьмут себе в качестве государственного. Они же потихоньку... Вы же видите, что они за все эти 20 лет потихоньку отжали, что называется, у КПРФ, у Компартии все ее главные символы, все ее заветы, все ее предыдущие успехи, в кавычках. Всю символику, всю идеологию. И это происходило постепенно. Но почему бы теперь и государственным флагом не сделать красный, не присвоить себе и это? И как мы выясняем, вот эти 20 лет показали, что для того, чтобы вернуть коммунистический строй в Российскую Федерацию, совсем не обязательно для этого иметь коммунистическую партию и иметь зафиксированную государственную идеологию. Мы когда-то наивно боролись против шестой статьи Конституции, которая, может быть, вы знаете, Советская Конституция закрепляла роль, генеральную направляющую роль партии КПСС. И думали, что от шестой статьи освободимся и все рухнет. А видите, все оказалось гораздо проще и все это возможно вернуть. Ксения, 22 года уже Путин при власти, это целое поколение выросло уже. Безусловно, там, по крайней мере, до недавнего момента Россия не была там супер закрытой страной. И в России есть разные регионы и разная молодежь, соответственно. Но эти 22 года только Путина. Да? Этой эстетики возвращения в Советский Союз. Сначала плавной, потом резкой. Как это отобразилось на этом поколении? Как вы можете его описать? Вы имеете в виду поколение путинское, так называемое? Да. Которое сейчас в том числе и те, которые... Которое никого, кроме Путина, не видели, по сути, в своей жизни. Да. Ну, это как раз те, которые сегодня с оружием в руках пришли освобождать вашу землю от вас же. Да? Это вот то самое путинское поколение. Это тоже очень при всем ужасе. Это, конечно, очень важное наблюдение, что это пришло поколение срочников, срочных солдат. Да и, собственно, не только срочников, уже и контрактников, да? Которые родились при Путине. И в голове они, кроме Путина, никого не видели. Ксения, а вот с этими, понятно, людьми, да? Они, как правило, из глубинок или это там какие-то далекие республики. Но, смотрите, есть Москва, Петербург, еще там пара больших городов. Это люди с интернетом, это люди с достатком, как правило. Там молодежь, казалось бы, которая ездит по всему миру. На них как это повлияло или не повлияло вообще? Как вы это видите? Я пока бы не сделала бы таких обобщающих выводов. Потому что все равно и в этом поколении очень разные люди. В этом поколении есть те, которые сейчас вот сидят, я посмотрела перед нашим эфиром, жуткое видео, где академик Кадыров выступает перед молодыми людьми, детьми, подростками и юношами, девушками на форуме «Новые горизонты», которое проводит общество знания. То есть есть все как бы такой, какой-то оксимирон сплошной. Но есть такое. Есть такие люди, для которых Путин и Кадыров и все нынешние руководители различных партийных ячеек в России являются примером, являются объектом восхищения и примером для подражания. А есть другие, которые выходят на улицы городов в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, в Новосибирске с плакатами антивоенными и антипутинскими, которых арестовывают. А есть еще и другие, которые учатся в различных университетах, студенты. Это тоже путинское поколение, которое всеми своими возможностями протестует и против войны, и против беспредела, и против судов за слова и убеждения, в защиту политзаключенных. Их исключают из университетов. Против них устраиваются различные меры, предпринимаются для того, чтобы их приструнить, припугнуть, запугать. Это тоже путинское поколение. Я бы сказала, ответила на ваш вопрос так, что этому поколению, как и любому другому поколению, присущи самые разные черты. И черты смирения и покорности, и черты абсолютной безмозглости. Что, в моем поколении, что ли, таких нет? Или еще более старшим? Тут вопрос, Ксения, пожалуй, в том, кто из них двигает история, то есть кто активная часть поколения. И вот складывается впечатление, что активная часть поколения полностью выключена из процессов, или ее выключили искусственно. У меня к вам вопрос следующий. Можно я прошу, простите, это важный момент. На этот вопрос история отвечает. Что, конечно же, историю двигает всегда меньшинство в любой стране мира, в том числе и в советской, и в российской. Меньшинство одержало свою победу в 1991 году. Это нам кажется, что миллионы выходили на площадь. Это было в крупных городах, а вся остальная страна сидела и ждала, и молчала, и ждала, кто победит. И, конечно же, потом, когда меньшинство победило, казалось нам тогда, тогда все остальные присоединились. То же самое и сегодня. Конечно же, историю двигает меньшинство. И я надеюсь, что это произойдет и с нами, рано или козы. Вот можете объяснить нашему зрителю, да, вот такой, может быть, в чем-то философский вопрос, но ведь в России было очень много проектов интересных, толковых, не всегда успешных, как и в любой стране. Но вот почему, условно говоря, имея проект Сколково, да, вокруг которого так или иначе крутилось очень много молодежи умной, которая получала гранты на возможность что-то разрабатывать. Все-таки этот проект, он много миллиардов получил дотаций из бюджета, насколько я помню. То есть, все-таки правительство на него делало ставку. Тот же Яндекс, да, который при всей критике, все равно, мы понимаем, что постсоветское пространство активно им пользуется, там, за исключением Украины, потому что у нас этот ресурс заблокирован. И по сервису Яндекс.Новости мы понимаем, почему он заблокирован был и своевременно. Почему вместо этого все равно делается ставка Кремлем на бабушку Аню, условно говоря, с коммунистическим флагом? Почему ей ставят памятники в Мариуполе, в Белграде? Вот почему ставка именно пошла сюда? Здесь, опять же, мне кажется, это традиции, советские традиции. Делать символы из ничего, из каких-то фейков. Бабушка Аня – это тот же самый распятый мальчик, про которого наверняка вы слышали. Такой вот как бы мем уже прошлой войны, 14-го года, первой фазы, скажем так, войны против Украины. А сейчас будет бабушка. Мне кажется, что они сами растеряны в этом смысле, все эти пиарщики войны, которые брошены на информационное и художественное оформление этой войны. Потому что, конечно же, необходимы символы. Ведь не случайная буква «З» появилась в качестве такого призывного знака, который, по-моему, всем называют в ее свастикой путинской нормальные люди, в том числе и молодежь. Сеня, а у вас есть ответ на этот вопрос внутри, вот для себя? Почему «З», бабушка Аня, почему, можем повторить, заинтересовала Россию больше, чем, опять же, такие «Яндекс», не знаю, российское кино, все, чем Россия могла бы гордиться? Потому что, ну, все-таки, вот, надо давать должное, были вещи, которые в мире являются уникальными и успешными. Почему туда? Никогда не было опорой этой власти поколения, или, скажем так, с одной стороны, интеллигенция, с другой стороны, образованные люди. Никогда хорошее, сильное образование не являлось приоритетом у нее. К сожалению, это так, это факт. Они делают ставку на быдло. Извините, я это слово не люблю, но я думаю, что именно его они и употребляют, когда придумывают свои новые, так называемые, проекты. Они делают ставку на обывателя. Они делают ставку на человека, у которого нет ни принципов, ни убеждений, на малограмотный, на глубинный народ. Вот на что они делают ставку. А к этому глубинному народу относятся не только какие-нибудь пенсионеры, которые интернетов в глаза не видели никаких, и называют это не иначе, как эти ваши интернеты, да, но и в том числе и молодые люди, и в первую очередь именно оттуда, из промышленных депрессивных районов, регионов страны, которые вообще тоже не очень понимают, что происходит не только сейчас, а что происходило вчера, и позавчера, и позапозавчера. Эти люди, они даже телевизор не смотрят, в том числе и эту пропаганду они не смотрят. Понятно, что молодежь, любая молодежь, она этот телевизор не смотрит, но она находит себе по своему уровню образованности и грамотности то, что им нравится. А это в основном, конечно, что? Это будущие преступники, в основном, к сожалению, это так, да, это такой депрессняк, который идет в армию, потому что в армии кормят и одевают, и это страшно. Поэтому, конечно, какой там Сколково, эти люди, про какой Сколково слыхом не слыхивали. Это две параллельные России. И да, этот выбор власть сделала. Она делает ставку именно на эту, на ту Россию, которая с пустой головой. В эти пустые головы можно залить все, что угодно. В этой идеологии есть у кремлевской пропаганды помощники, в частности, люди очень известные. Вот актер Дмитрий Певцов, который, по сути, постсоветское пространство узнала благодаря бандитскому Петербургу, если я не ошибаюсь, известнейший актер. Сейчас он единоросс, депутат Госдумы. Насколько... Он, кстати, не единоросс. У него партия называется «Новые люди». Это новый человек. Новый человек. Но, тем не менее, Певцова видно на всех абсолютно митингах с символикой «Зет». Поэтому, пока он единороссом не стал, я, честно говоря, вот сейчас удивляюсь уже с вашим комментарием. Скажите, по нашей информации, вы на одном курсе с Дмитрием Певцовым учились. Что это за человек? Совершенно верно. Почему он выбрал вот такой вот путь? Имея все таланты, по сути, актерские, для того, чтобы дальше продолжать успешную карьеру, вот он выбрал стоять возле российской символики и вещать пропаганду Кремля для жителей России? Каждый раз, когда это происходит с кем-то из моих близких знакомых, однокурсниках или с теми, с кем я когда-то в прошлой далекой жизни провозила целые какие-то огромные периоды жизни рядом, в театре и вот в институте, каждый раз я вздрагиваю, думаю, боже мой, как это, что это, что это за превращение? Но потом, когда первый шок проходит, ты начинаешь вспоминать и понимаешь, что, черт возьми, а ведь это же можно было заметить и тогда, что этот путь, вот этот путь, он не случайен у человека, это некий такой итог, все-таки уже мы взрослые люди, мягко говоря, поэтому я надеюсь, что это как бы последнее, что произошло хорошего с Дмитрием Певцовым, и он уже таким уйдет из этой жизни, надеюсь, что проживет долго, но и будет, останется верным путинцам. Но вы меня спрашиваете про него, что он за человек, я вам скажу, он был старостой у нас на курсе, со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть человек, который любил строить, командовать, любил постукивать, это точно, но все это, извините меня, с высокими какими-то словами, с очень благими намерениями, то есть соблюдать дисциплину, не опаздывать, не пить на территории института водку, коньяк и пиво, не опаздывать на репетиции, не сдавать правильные экзамены, если кто-то где-то забалует, он обязательно это вставил на вид и выносил это в публичную сферу. А то второе, что я могу сказать... Он на своем месте, правильно я вас понимаю? Да, абсолютно. Он полностью на своем месте. Да, да, при этом он не был комсомольским мужиком, это совсем другая история, это вот из таких вот добровольных помощников партии, но там еще одна такая вещь, которая мне кажется куда более важной, нету, как бы сказать, ну никогда особым умом человек этот не отличался, могу сказать честно, он талантливый, безусловно, как артист, открытый, открытого темперамента, но я не могу себе представить, а объяснить одну вещь. Этот человек, помимо Бандитского Петербурга, который вы вспомнили, он сыграл потрясающую роль Володина, персонажа Солженицынского романа «В круге первом». Это фильм Глеба Панфилова. В чем Панхаматовый, кстати, играл там, да. Да, это роль потрясающая в том смысле, что она несет в себе, это про сегодняшний день. Я напомню, что это персонаж, сотрудник разведки, который решил позвонить в американское посольство, когда узнал, что Советский Союз украл технологии создания атомной бомбы. И вот он долго-долго мучается, что ему делать, он знает об этом, ему промолчать, но потом, если Советский Союз начнет войну, он будет чувствовать себя виноватым, что он мог сказать об этом, предупредить, а он не сделал. И тогда он принимает решение, понимая, что после этого звонка из телефонной будки в центре Москвы за ним приедут буквально через пять минут, он принимает решение, он звонит в американское посольство и сообщает то, что должен сделать. После этого он возвращается домой, дома его ждут жена, дети, друзья, там какой-то домашний праздник, шампанское и прочее, прочее, прочее. К нему потом он, значит, приходит на работу, в МИД и ждет. В общем, приходим к выводу, что для Певцова профессия это в первую очередь профессия, а идеология идеологией. Никак не соприкасается. К сожалению. Понятно. К сожалению. Для меня это тоже загадка. Он же понимал, про что он играл тогда. Он же в этом смысле, они же это проговаривали с режиссером. Про что они играют этот страх? Ну что, что уж тут взять. Огромное вам спасибо, Ксения Ларина, журналистка. Спасибо вам.